Вопросы ответы, но начну с Вашего слова, я попробую свою подготовленную информацию. Даже рада, что был такой посыл, встретиться, ответить на вопросы. Это вообще, кстати, хочу сказать, что сейчас тенденция будет во всех учреждениях города, встречи с населением, встречи с родителями. Это нормально, это норма жизни, потому что только в таком диалоге могут возникать и интересные направления, и реагирование на какие-то замечания, которые лучше вовремя поправить, чем потом какие-то нам последствия более серьезные. Поэтому это все нормально. Я бы очень хотела, чтобы кто сегодня на эту встречу пришел, более конкретно, какой вопрос, что бы сегодня Вы хотели изменить, например, или посоветовать в работе ребенка. Мы в этом сами очень заинтересованы. Что сегодня Вы считаете где-то недорабатывается? На что нужно обратить внимание? Поверьте, все, что в наших силах мы отрегулируем, где-то может быть закручиваются руководители, но каких-то вещей не видят, а на них надо обратить внимание. Как руководители Ледового дворца, так и я как учредитель этого учреждения. Поэтому, в принципе, нужно нас трое, хоть кому, вопросы мы записываем, сразу будем определять по мере сути вопроса сроки его выполнения или принятия решений. Ну и очень даже с удовольствием, постучаем предложения. Я надеюсь, что они не формальными были, которые на сайте... А, да, ну давайте еще, да, два момента. Вот, как сказать, одним-то из поводов было обсуждение на сайте Тобольский форум. Сначала был ряд комментариев, которые критиковались по встрече и решению организационных вопросов руководителей кристалла по игре на кубок губернатора. Но хочу сказать, что мы сразу после этого провели совещание, мы определили и выяснили причины тех или иных позиций, почему была задержка, почему осудил один судья. Я получила ответы от руководителей достаточно объективные. Единственное, хотела быть, и уже сразу сказал Алексей Николаевич, есть у вас сегодня аргументированный ответ на ту или иную зритику. Вы не сидите молча, не обязательно в коме, как там перепалка, каких-то участвуют, вы подаете его как информацию. Ведь я, насколько я понимаю, Тобольский форум совершенно препятствует этому, и люди сами сделают выводы, что то был как, то именно вопрос, и все. И это вполне нормальные вещи. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы. У меня вопрос к маме, которая говорила, что после тренировок... Нет, вот мама здесь, мама здесь, фамилия ее Полуянова, когда хоккеистов задерживали после тренировки полиция. Ну это было, Лидия, на самом деле, было. Я вообще, знаете, можно я скажу, что я думаю, я уйду, потому что я считаю, что... Мне жалко в этом время, когда у меня ребенок едет на игры. Значит, что я хочу сказать. Знаете, я не позволю наших детей валять вблизи. Вот честное слово. Я сама 10 лет в школе отработала. Я тоже была первым когда-то учителем, молодым когда-то учителем. И не всегда у меня все получалось. И от того, каким я стала потом учителем, это голова роль не только я сама, но в первую очередь мои дети и мои родители. Вот они мне помогли, все у меня и получилось. Ну вот так все, что я сейчас буду готовить. Но хочу сказать, что наши детки, они не немощные, и они не бесхарактерные. Потому что в то время, когда дети, которые вот сейчас... Я уже писала, я не буду скрываться под другими фамилиями. Я так написала маму, когда я там шуруповаться писала. В то время, когда дети, наши соперники, играли под крышей, и в то время, когда они уже давно играют под крышей, и тут мы делаем лично наши детки, занимались всегда только зимой. Так, все, это так. Только зима. В полтренировки мы чистим лед, чтобы дети катались. В полтренировки, насколько это было возможно, мы тренировали. Дети не бесхарактерные. Если бы у них не было характера, они бы не ходили в лиму, весну, дождь, свято. Они по 36 раз по этой лестнице нашей, по взлогу, бегали, когда нужно было, когда с ними говорили. Они все это выдержали, они целенаправленно идут к своему... Своей победе, не победе, я не знаю, но... Той задачи, которую они перед собой поставили. И на самом деле дети любят, очень хотели. И заслуга в этом наших тренировок, конечно же. Очень хорошо, большое спасибо городу, что у нас есть этот замечательный кристалл, в котором есть и душевые детки, конечно же, они находятся в тенировке, но они имеют возможность привести себя в порядок. Единственное, что мы недовольны тем, что в 9 часов вечера тенировки должны происходить, потому что дети уже в это время после школы, после всех своих, там, всяких, там... После школьных, они в школе тоже должны уделять очень большое внимание, потому что плюшку поменять на... Ну, не кто-то, я скажу, другое, потому что мы родители не даем. Но дети стараются учиться, и везде себя показать не только в хоккее. Поэтому в 9 часов вечера тенировки не должны происходить. Это очень тяжело для них и для родителей тоже, потому что мы тоже работаем, и встречаем. Как это все произойдет, как этот кристалл будет нам, пойдет, пойдет на встречу, как это найдут они это время, это, конечно, будет все так, что это будет. Но, я еще раз скажу, наши... считать чужие деньги я не буду. Говорить, что кто-то там ворует, я за руку никого не зажала. Если ворует, дай бог, если они умеют. Но сжать и вот это вот все, гряди копаться, я считаю, что большинство наших родителей не будет. Не надо говорить, что родители 2000 года настолько заелись, настолько они... Как там написано было, я читала. Я просто настолько была вечером возмущена, я долго молчала. Мы сейчас, извиняюсь, обсуждаем, что на портале написано, а мы сейчас другую тему... Но у меня вопроса нет. Нам нужно просто... Продолжение следует...